Закройщица в ателье, продавец, бухгалтер, фотограф, видновчанка Маргарита Плякина многие годы с завидным упорством искала себя и свое призвание. Как только поняла, что не может жить без творчества, отучилась на фотографа, а шесть лет назад неожиданно взяла в руки кисти и краски. Начала рисовать, ну в смысле картины, но понимала, что нужно кто-то, чтобы тебе подсказал, как это все сделать, потому что своими мозгами не хватало этого всего образования. Я решила обратно туда же обратиться, где я училась фотографии. Сейчас Маргарита продолжает учиться на факультете изобразительного искусства, из танковой живописи и творить. За это время было написано более 30 картин, не считая учебных работ и зарисовок. 12 из них – пейзажи и натюрморты – можно увидеть на выставке в Расторгуевской библиотеке. Одна из наших читателей рассказала нам о Маргарите Анатольевне. Мы с ней связались, и так родилась эта выставка. И так будет и впредь, мы ищем таланты. Очень радует то, что мы имеем возможность для наших земляков представить вот этот вот такой вот шанс показать свои творческие способности. Хочу показать свое тепло, что в каждой картине практически. То есть, чтобы люди… Сейчас что у нас? Плохая погода, все в этом коронавирусе, у кого чего не спрашивай. А здесь посмотришь, и, как сказать, улучшится настроение. Вдохновение Маргарита Плякина черпает в творчестве левитана и красоте русской природы. Много ее работ посвящено родному краю и дорогим сердцу местам. Необыкновенная просто осень была, золотая, просто красоты необыкновенной. Конечно, только Суханова и аллеи Суханова надо было обязательно изобразить. Просто с детства всегда манила Суханова. Это первая персональная выставка художницы. До этого ее произведения украшали сборные экспозиции на Российской неделе искусств и стены библиотеки имени Михаила Лермонтова в Москве. Познакомиться с творчеством Маргариты Плякиной в Расторгуевской библиотеке можно до конца марта. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно ТВ.